В Казахстане порядка 42% промышленных компьютеров столкнулись с вредоносными активностями. Даже были определенные атаки на наши зарубежные активы. Казахстан показал всему региону пример, что действительно это тот путь, который неизбежно все должны пройти для того, чтобы в современной мировой цифровой экономике показывать те результаты, которые будут всех радовать. Здравствуйте, меня зовут Валерий Зубанов, я управляющий директор офиса лаборатории Касперского в Казахстане, Центральной Азии и Монголии. Мы вместе с журналом Forbes продолжаем серию выпусков «Зеленый коридор». И сегодня мы с вами поговорим о такой важной теме, как промышленная кибербезопасность. Сегодня у нас в гостях директор департамента корпоративной безопасности Казмудайгаза Данияр Есин. Почему этот вопрос так важен? Буквально совсем недавно мы подвели итоги первых 11 месяцев 2023 года. И вот таким вот серьезным пластом проблем, которые мы обнаружили именно в Казахстане, является как раз таки проблемы, связанные с технологическими сетями, с компьютерами, которые управляют технологическими процессами у промышленных предприятий. Ну это достаточно широкое понятие, то есть там и компьютеры, которые управляют инфраструктурой зданий, нефтегазовая отрасль, добыча каких-то полезных ископаемых. Ну вот условно все те компьютеры, которые так или иначе связаны с системами автоматизации технологических процессов. Так вот, в Казахстане порядка 42% компьютеров, вот именно этих промышленных компьютеров, столкнулись с теми или иными вредоносными активностями. Этот показатель выше, чем средний показатель в мире. В мире средний показатель порядка 39%. Поэтому важен зрелый и здравый подход в построении данных систем защиты. И нужно понимать, что если злоумышленник добрался до этого компьютера, значит ему удалось пройти несколько эшелонов, которые организации выстраивают для своей защиты. И тут есть о чем задуматься. И сегодня как раз таки мы вместе с Данияром будем делиться опытом в этой части. Расскажите немного о Казмунайгазе, о его роли и миссии в нефтегазовой отрасли Казахстана. Казмунайгаз это наша национальная компания. Я думаю, в нашей стране все про нее знают. Это один из лидеров нефтегазовой отрасли. Сегодня имеет очень важную роль как в экономике страны, так и в обеспечении социальной стабильности. Деятельность Казмунайгаза полностью является на сегодняшний день вертикально интегрированной нефтяной компанией, которая охватывает полный процесс, начиная от разведки, добычи, переработки, транспортировки и реализации нефтепродуктов в целом углеводородного сырья. На сегодняшний день в структуру Казмунайгаза входит более 170 дочернезависимых организаций. На сегодняшний день в целом работает около 50 тысяч человек. И исходя из этого, наша компания имеет также много производственных активов. Это непосредственно у нас нефтеперерабатывающие заводы, газохимические заводы. В целом сегодня мы, являясь разносторонней компанией именно в сфере нефтегазового сектора, обладаем большими активами как за рубежом, так и на территории Республики Азастан. Какие особенности в системе построения информационной безопасности есть в Казмунайгазе? Валерий, давай начнем с того, что Казмунайгаз на сегодняшний день, я отвечаю на первый вопрос, я говорил, что мы большая национальная компания, очень много дочернезависимых организаций, есть корпоративный центр. Основная задача это добыча, переработка, транспортировка, реализация нефтепродуктов. И когда весь этот спектр, допустим, производственных процессов, когда реализуется, он дает экономический эффект. Есть определенные риски, которые могут повлиять на нормальную функционирование нашей компании. И вот здесь как раз-таки вопрос информационной безопасности, физической безопасности, в целом корпоративной безопасности, играет очень важную роль, чтобы не допустить те угрозы, которые могут повлиять на нормальную функционирование нашей компании. И если говорить непосредственно об информационной безопасности, Казмунайгаза сегодня у нас очень большая инфраструктура. Как ты вначале говорил, что у нас используются как компьютеры, сервера. Это все информационно-коммуникационная инфраструктура. Также в заводах сегодня автоматические системы управления промышленностью, это АСУТП, допустим, да, это все на самом деле является информационно-коммуникационной инфраструктурой, которая на сегодняшний день должна активно защищаться от всякого розового угроз, начиная от вирусов, так и целевых кибератак и злоумышленников, которые имеют определенные цели приостановлении деятельности того или иного предприятия. Я думаю, вы согласитесь, глобальное отличие о защите классических корпоративных структур и промышленных, оно принципиально отличается. Потому что вы несколько раз отметили, что самое главное, чтобы не было сбоев, чтобы все процессы шли и не останавливались. Да, бизнес-процессы шли. Да, чтобы ничего не остановилось. Это ключевая история, потому что, ну, понятное дело, остановка завода в результате какого-то киберинцидента приносит просто-напросто миллионные, если не миллиардные убытки. Поэтому, да, необходим именно тот комплексный подход, который вы обозначили. Какие технологии и инновации использует Казмунайгаз в обеспечении информационной безопасности? В целом Казмунайгаз очень серьезно относится к информационной безопасности. Как бы существует очень много примеров, когда идут целевые атаки на промышленные производства. Есть даже в международной практике очень, даже у нас в НСЮСИ были такие, как бы, целевые атаки. И даже были определенные атаки на наши зарубежные активы, которые находятся за пределами нашей страны. Поэтому Казмунайгаз сегодня, мы, наша политика, мы в целом считаем, что те инвестиции, которые мы вкладываем в обеспечение информационной безопасности, это мы, соответственно, соответствующие инструменты, это комплексный подход. Поэтому мы применяем, начиная от классических инструментов, это антивирусы, антиспамы. Также применяем комплексные решения, круглосуточные мониторинги всей инфраструктуры. Это СИЭМ-системы, ПАМ-системы, ЭДИАР, также ДЛП-системы. Ну, в целом, очень много также других инструментов, которые мы используем для того, чтобы обеспечить качественную безопасность нашей инфраструктуры. Очень важно использовать такие продвинутые системы, потому что угрозы и риски, как бы, на сегодняшний день постоянно растут. И для нас важно, чтобы те системы, которые мы, получается, используем, они отвечали тем вызовам. А вот как у вас обстоит ситуация с сегментацией сетей? Там корпоративная сеть, производственная сеть, то есть это как-то они разделены, они вместе, у них какая-то подчиненная структура. Как у вас это все построено? Если подходить к защите, допустим, производственной сети, то производственная сеть, она всегда изолирована от интернета, и она как бы самостоятельна. Корпоративный центр в целом у нас интегрирован со всеми дочерне-зависимыми организациями, и у каждой дочерне-зависимой организации работает свой комплекс информационных систем, которые обеспечивают безопасность. Мы как корпоративный центр полностью им определяем политику, поэтому мы принимаем политику информационной безопасности, которую они должны соблюдать и в целом обеспечивать, допустим, именно соответствие с этой политикой. То есть у нас есть выделенные объекты, где должны использоваться определенные, допустим, системы, которые мы определяем для них как приоритетные. А вот сейчас в республике Казахстан с самых высоких трибун говорится о необходимости повышения уровня кибергигиены как граждан рядовых, так и государственных служащих. Вот что вы думаете о, насколько это важно, насколько этим стоит заниматься, вот ваши отношения и как вы этим процессом управляете? Ну, на самом деле, кибергигена — это основной и первый такой барьер, допустим, защиты систем в целом и производственных систем, и простых систем по обеспечению безопасности. Основные, допустим, причины, когда у нас, допустим, происходит какой-нибудь инцидент в целом, в информации, допустим, кибератака или же утечка каких-то данных, это вот отсутствие соответствующей элементарной кибергигены. Когда сотрудники или работники в целом не знают элементарных правил, допустим, которые бы оградили бы от утечки информации, защитили бы их персональные данные, защитили бы данные, допустим, их учетных записей и так далее. То есть это элементарно то, что необходимо ставить даже сложные пароли, непростые какие-нибудь там дежурные, легкие пароли, которые надо вот самому запомнить, или они почти у всех, допустим, да, вот такие нужно ставить, такие сложные пароли, которые бы не дали бы злоумышленникам проникнуть в их корпоративную сеть. Действительно, мы за 2023 год, еще цифр нет, но мы подводили итоги за 2022 год, и цифры были следующие. То есть у лаборатории Касперского есть департамент, который занимается глобально во всем мире расследованием киберинцидентов. И когда в компании случается какой-то киберинцидент, компания может обратиться к нам для того, чтобы его расследовали. Услуги лаборатории Касперского, они не самые дешевые на рынке, поэтому те компании, которые к нам обращаются, это вот прям крупнейшие, это прям enterprise-enterprise. И вот мы каждый год анализируем информацию по секторам и по векторам, да, вот на результате, по результату этих расследований. И на первом месте промышленность, на втором месте государственные органы, на третьем месте финансы и все остальные. То есть промышленность действительно интересна. А вот что касается векторов атаки, то есть самый распространенный, порядка 42%, это были уязвимости в программном обеспечении. Что самое удивительное, это не были какие-то уязвимости нулевого дня, это были те уязвимости, о которых производители того или иного софта уже знали. И это вот просто человеческая недоработка, нарушение каких-то политик информационной безопасности, когда просто вовремя не обновили систему. И из-за этого происходят там очень печальные, очень дорогостоящие инциденты. На втором месте это вот то, о чем вы говорили, это слабые пароли, это вот какой-то базовый легкий брутфорс, перебор паролей. И на третьем месте это вот фишинговые письма. Ну, я думаю, вот что касается заводов, то поскольку они изолированы, электронные письма и фишинг – это меньшее из проблем, с которыми заводчане сталкиваются. Ну вот как раз-таки там на заводах основная проблема – это человеческий фактор, потому что могут использовать какие-либо флешки, там какой-то, допустим, неправильно использовать, войти через завод какой-то, в интернет и так далее, то есть через телефон зарядить, что запрещено делать. Поэтому вот здесь именно как раз-таки именно в защите, допустим, производства очень важна кибергигиена, то есть важен человеческий фактор о том, чтобы каждый сотрудник, который заработает именно на производстве, на заводе, он соблюдал все необходимые требования и правила. Как изменения в законодательстве влияют на политику и на процессы построения киберзащиты казманной газа? Ну, в целом, поскольку мы государственная компания, у нас есть нормативные правовые акты в стране, которые в целом также направлены на обеспечение защиты информационной безопасности, инфраструктуры как государственных организаций, так и квази-государственного сектора. В нашем случае мы национальные компании, которые также соблюдаем все необходимые требования нашего законодательства. У нас есть закон об информатизации, где прописаны определенные требования. Также у нас есть уже в рамках исполнения этих законов, есть постановления правительства, где утверждены единые требования к информационной безопасности, которые необходимо соблюдать государственными организациями, квази-государственным сектором. В том числе у нас есть также выделены в рамках этих нормативных правовых актов объекты, которые относятся к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры. Эти объекты в основном — это, в первую очередь, корпоративные центры, если на нашем примере приводить, где идет очень большое скопление информационных данных, цифр, где есть какие-то данные по переработке нефти и так далее. Также непосредственно на производствах. Поэтому у нас выделяются так называемые объекты, которым в соответствии с законодательством определяются критерии для критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры. И по ним определяются, допустим, относятся ли наши объекты к этой критически важной инфраструктуре. Поэтому на сегодняшний день из наших объектов около 10 объектов у нас относятся к критически важной инфраструктуре. Потому что какой-нибудь сбой, который может произойти в результате кибератаки на информационную структуру, может в последующем привести к реальным последствиям вплоть до чрезвычайных ситуаций. Эти ситуации могут повлиять как на социальную стабильность, так и непосредственно повлиять на экономическую ситуацию в целом. Если брать вопрос переработки заводов, то может остановиться завод в результате какой-либо кибератаки. Весь этот цикл производства может остановиться и в целом может повлиять как на экономику, как и на социальную стабильность. Поэтому у нас для таких объектов законодательно ставятся обязательные требования, которые необходимо соблюдать. Помимо того, что у нас есть своя политика информационной безопасности, которая разработана корпоративным центром, есть законодательные требования, единые требования для критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры. Соблюдение этих требований для наших заводов очень обязательное. То есть несоблюдение может повлечь, что даже к административной ответственности могут привлечь руководители. Подобные законы и нормативные акты, они помогают или мешают работать? Конечно, в первую очередь они помогают. Если, допустим, рассматривать с позиции как корпоративного центра, мы начинаем требовать с них исполнения указанных нормативно-правовых актов, чтобы хотя бы, от чего они должны непосредственно отталкиваться, чтобы обеспечить периметр безопасности критических важных объектов. Какое-то хотя бы минимум, чтобы, да, то есть вот это должно быть на каждом заводе, вот все, прибито гвоздями, правильно? Да, правильно. Среди стран Центрально-Азиатского региона Казахстан первая страна, которая пошла по этому пути и как-то в законодательном творчестве отразила все эти вещи и прописала. Сейчас вот Кыргызская республика на финальной стадии, на финальной стадии республика Узбекистан, но вот Казахстан показал всему региону пример, что действительно это тот путь, который неизбежно все должны пройти, для того, чтобы в современной мировой цифровой экономике показывать те результаты, которые будут всех радовать. Казбадагаз как-то взаимодействует с государственными органами, которые так или иначе влияют на вопросы информационной безопасности в масштабах страны? Ну, конечно, мы взаимодействуем, как вы знаете, Комитет по информационной безопасности, есть преми-церапия, также ГТС, Государственная техническая служба, в принципе, мы с ними плотно взаимодействуем. Почему? Потому что они как раз-таки обеспечивают контроль, соблюдение всех нормативно-правовых, допустим, требований к объектам, критически важным объектам информационной коммуникационной инфраструктуры. Это соблюдение этих требований, с их стороны определенный идет мониторинг и контроль, на каком уровне находится безопасность наших объектов, и есть ли это тот минимум, который определен законодательством. То есть для вас так некий инструмент дополнительного контроля и проверки самих себя? Да, самих себя, да. Даниэр, а давайте поговорим про будущее. Вот как вы видите будущее, куда пойдут тренды в части кибербезопасности именно в вашей отрасли? Мы выстроили определенный периметр, допустим, по защите нашей инфраструктуры. Кроме этого, мы постоянно изучаем, смотрим новые угрозы, которые существуют, также экспертные мнения. И вот сегодня очень актуально поднимается вопрос информационной безопасности, кибератак и кибертерроризма. Поэтому защита нашей инфраструктуры на сегодняшний день является очень важным, как и для экономики, так и в целом для этой отрасли, допустим. Поэтому мы видим, что сегодня мы выполним определенные минимальные требования по информационной безопасности, которые существуют законодательно. Кроме этого, мы будем применять также требования, которые существуют в продвинутых международных практиках по обеспечению информационной безопасности. В частности, хочу отметить, что уже, допустим, индустриальная безопасность — это как раз-таки новое направление, которое сегодня уже актуально в обеспечении после тех угроз, которые были в мире, сегодня уже активно применяется казмной газом. Поэтому системы недопущения утечек информации, их уже в комплексного подхода, тоже сейчас на сегодняшний день применяются в казмной газе. Поэтому мы сейчас для всех дочерне зависимых организаций уже определяем стандарты именно по обеспечению безопасности, начиная от политик, допустим, безопасности, какие они должны настраивать, заканчивая, как они должны выбирать инструменты информационной безопасности. Потому что вы знаете, что очень много инструментов, которые на сегодняшний день на рынке существуют, но мы должны брать самое лучшее — проводить соответствующий сравнительный анализ, соответствующие угрозы и те системы, которые на сегодняшний день дадут достаточный уровень безопасности наших объектов. Какие достижения в вашей работе, в работе вашего департамента, вы считаете наиболее значимыми? Хочу сказать, что, наверное, все бизнес-процессы на сегодняшний день, которые выстроены в рамках информационной безопасности корпоративного центра, сегодня, можно сказать, соответствуют международным стандартам. То есть мы соответствующую сертификацию прошли. Как риски, допустим, информационной безопасности, которые ранее находились в зоне риска, сегодня мы как бы сняли. То есть у нас как бы благодаря тем подходам, комплексным подходам, как я до этого говорил, это общая политика информационной безопасности, стандартам подбора инструментов информационной безопасности и постоянного мониторинга и расследования тех инцидентов, которые у нас происходили, нейтрализации этих угроз. Исходя из всех этих результатов, мы выстроили комплексную систему информационной безопасности, что за последние несколько лет в Казмогазе каких-либо инцидентов, кибератак или угроз, которые могли бы повлиять на нормальную функционирование и деятельность наших бизнес-процессов, не допущено. Дорогие друзья, с вами была рубрика «Зеленый коридор», «Форбс Казахстан», лаборатория Касперского. И сегодня в студии был Данияр Есин. Спасибо большое, Данияр. Спасибо большое вам. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!